Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В эфире Загадки человечества Смотрите прямо сейчас В Саранске группа энтузиастов снимает документальный фильм о своем земляке Герой сражения под Прохоровкой Иване Гусеве Он прославился тем, что в решающий момент битвы направил свой Т-34 на таран немецкого «Тигра» Гитлеровцы были настолько ошеломлены бесстрашием русских танкистов, что начали отступать Вдохновленные подвигом Гусева в тот день советские экипажи совершили более 20 таранов Кто и когда впервые в истории пошел на танковый таран? Как танкистов учат этому опасному тактическому маневру? И можно ли протаранить бронепоезд? Борис Ковзан Единственный в мире летчик, который пережил 4 воздушных тарана Последний в августе 1942 года был лобовым Ковзан расстрелял боекомплект и пошел на таран немецкого бомбардировщика От удара советского пилота выбросило из кабины Его парашют раскрылся не полностью И при приземлении летчик получил тяжелые травмы 10 месяцев Ковзан провел в госпитале, потерял глаз Невероятно, но после выписки герой добился разрешения продолжить летную службу Правда, самолеты противника он больше не таранил Грамотный летчик мог совершенно спокойно, без вреда для самолета Отрубить какую-либо деталь отражеского самолета винтом Это применялось, это практиковалось Известен человек, совершивший 4 тарана И оставшийся при этом живых и втроем В отличие от японских камикадзе, советские летчики Старались совершить таран так, чтобы оставались шансы выжить Но никаких инструкций, как выполнить этот прием воздушного боя, не было А вот для танкистов во время войны разработали специальное руководство Как правильно провести танковый таран Именно способностью ломать проволочные заграждения и отличались первые танки от первых бронеавтомобилей в плане тактики Таким образом, когда герой фильма «Тарактористы», его играл Николай Крючков, говорит, что танк – это огонь, броня и ударная сила Он имеет в виду именно способность танка таранить различные полевые укрепления, заграждения Первый танковый таран в истории совершил лейтенант Семен Осадчий во время гражданской войны в Испании Советский Союз поддерживал республиканцев, которые сражались с войсками фашистского генерала Франциска Франка Таран Осадчева был спонтанным решением 29 октября 1936 года танк Т-26 под управлением лейтенанта Осадчий во время боя таранил итальянскую танкетку ЦВ-33 Он ее сдвинул и сбросил в Кювер Тем самым, соответственно, вражеская машина вышла из боя, вышла из строя Первая в истории танковая атака состоялась 15 сентября 1916 года В битве на реке Соме во Франции британские бронемашины посеяли настоящую панику в рядах немецких солдат Но почему же первый танковый таран выполнили только 20 лет спустя? Во время Первой мировой войны гусеничная бронетехника считалась экзотикой На полях сражений танки друг с другом почти не встречались И к тому же для эффективного тарана у них не хватало скорости При скорости в 10 км в час очень сложно догнать вражеский танк, упредить его и ударить в борт Ну, во-первых, это акт отчаяния И до подобных ситуаций не было, тем более в Первую мировую войну За всю Первую мировую войну немцы выпустили всего 20 танков Которые никакого влияния на ход боевых действий не оказали А вот во время Великой Отечественной советских механиков-водителей обучали, как вести бой, если отказала пушка Или закончились боеприпасы Танкисты старались врезаться в боевую машину противника так, чтобы гарантированно вывести ее из строя Целились в самые уязвимые места, при этом старались учитывать массу вражеского танка Легким танкам, например, тяжелый танк таранить бесполезно Был случай во время Курской битвы, когда Т-34, средний танк, 30 с небольшим тонн по массе Нанес таранный удар по Тигру Этот удар произвел очень сильное психологическое впечатление Но именно вывести из строя Тигр, повредить его ударом к Т-34, танка гораздо более легкого, это невозможно Подвиг советского танкиста, как лейтенант Дмитрий Комаров протаранил немецкий бронепоезд и остался в живых Все самое интересное в загадках человечества через несколько минут только на РЕН-ТВ Первый танковый таран Великой Отечественной состоялся в первый же день войны, 22 июня 1941 года Бронированный тяжеловес Клим Ворошилов врезался в средний немецкий танк «Панзер» Экипажем командовал Павел Гудь Скользящим ударом КВ-1 сбил гусеницу вражеской боевой машины, а затем столкнул ее в кювет Опять же, зависит от вражеской машины Если машина легкая, танк без разницы куда-то ударил Сдвинуть, опрокинуть, лучший случай, это залезть на эту машину Если у нас танк тяжелее, вражек два, два с половиной вражеской, мы просто его помнем А эта машина под списом, это если повезет Нередко бронемашины таранили противотанковое орудие противника Это был эффективный тактический прием Попасть из пушки по небольшой артиллерийской установке очень сложно, особенно на ходу А лобовая броня советских КВ и 34-ок была не по зубам немецким противотанковым орудием Поэтому боевые машины, словно бульдозеры, сносили вражеские огневые точки Есть фотографии немецкие, трофейные, которые показывают просто раскатанные по улицам городка Западной Украины Противотанковую батарею Есть сбитые гаубицы, есть раздавленные танки, есть снесенные с дорогими грузовики Это то, что подтверждается фотографиями, отчетов, к сожалению, на тех временах мало По разным данным, за годы Второй мировой танкисты совершили от 80 до 160 таранов В основном на Курской дуге Там советские экипажи столкнулись с тяжелыми немецкими тиграми Пробить их броню из пушки было невероятно сложно Поэтому наши танкисты нередко шли на крайнюю меру Но не все военачальники одобряли опасный прием Два маршала бронетанковых войск относили к этому диаметрально противоположно Если маршал Лосик говорил, что надо учить танковым таранам, что это оружие о храбрых Это все правильно, это все хорошо, в крайнем случае это должно применяться То маршал Бабаджанян был категорически против каких-либо танковых таранов Вообще ни в какой ситуации Поэтому учение о таранах, оно спорно Пожалуй, самый смелый таран совершил лейтенант Дмитрий Комаров В июне 1944 года в Белоруссии под Бобруйском Его Т-34 врезался в немецкий бронепоезд Эта крепость на рельсах мощным огнем сдерживала наступление советского танкового подразделения И ее необходимо было обезвредить любой ценой При таране бронепоезда механик-водитель танка погиб Но Комаров чудом выжил Выбрался из машины и скрылся в лесу Там лейтенант потерял сознание от потери крови Через несколько дней его нашли и спасли советские разведчики Танк оказался с поврежденным вооружением Таранить бронепоезд в данном случае было, наверное, вполне адекватным решением Танк раздавил два немецких орудия И затем врезался в бронепоезд Разгромив его, уничтожив несколько бронеплощадок Невероятно, но иногда советские танки шли на таран самолетов В 1942 году под Сталинградом бронемашины Красной Армии Прорвались на два немецких аэродрома возле станции Тацинская В тот момент там находилось почти 300 немецких самолетов Германский воздушный флот танки буквально раскатали по полю Этот эпизод, кстати, есть в воспоминаниях авиаконструктора Яковлева То есть он подтвержден достаточно серьезно Ну и дальше во время захвата аэродромов Если невозможно их удержать, если есть какие-то сомнения Вот самолеты давят с танками и все нормально Потому что самолет, словно хвостом, уже подлежит разборке Сегодня курсантов танковых училищ тактики таранов не обучают Ведь со времен Второй мировой появилось немало более эффективных средств Для уничтожения бронемашин Мобильная артиллерия, беспилотники и противотанковые комплексы Ракеты, выпущенные из российской хризантемы, пробивают метровую броню Это мировой рекорд Дистанция танкового боя тоже увеличилась до километра с лишним Поэтому современные танки во время сражения редко сходятся лоб в лоб В Африке обнаружили самое древнее человеческое захоронение При раскопках в пещере на побережье Кении Археологи нашли останки ребенка, который жил около 78 тысяч лет назад Исследователи назвали его Мтотто, в переводе Суахили – ребенок Ученые установили, что малыша поместили в погребальную яму в согнутом положении А сверху прикрыли листьями и звериными шкурами По мнению антропологов, это свидетельствует о том, что еще в каменном веке Люди придавали погребению особое значение и проводили некие ритуалы Одну из самых жутких похоронных традиций соблюдали в доколумбовой Америке Зачем индейцы хранили детей в костяных шлемах, сделанных из человеческих черепов? И почему скелет молодого человека, который умер в 13 веке, шокировал археологов? Колесовать, а затем обезглавить – к такому виду казни В средневековой Италии приговаривали распространители чумы Недавно археологи нашли в Милане останки молодого человека, жившего в 13 веке Ему раздробили кости рук и ног, проломили череп и проткнули тело Кроме того, характер травм показывает, что после пыток несчастному пытались отрубить голову Эти останки стали первым доказательством того, что итальянцы в средние века применяли казнь на колесе Некоторые археологические находки настолько удивительны, что заставляют ученых пересмотреть устоявшиеся взгляды на историю той или иной страны Таким неожиданным открытием стал скелет женщины, найденный на норвежском кладбище викингов Исследователям из датского университета удалось воссоздать ее облик Доктор Кэролайн Эролин, старший преподаватель университета Данди, сумела восстановить по черепу облик древней воительницы в Норвегии То, что эта воительница не вызывает никаких сомнений В ее захоронении были найдены стрелы, шлем и прочие атрибуты, которые свидетельствуют о том, что этот человек занимался именно военным ремеслом, военным промыслом Кроме того, на ее лбу был обнаружен след под ударом мечом, который и стал причиной ее смерти По мнению экспертов, ранение женщина получила в бою Эта находка изменила представление ученых о традициях викингов Ранее считалось, что все истории о скандинавских воительницах не более чем миф Эти, кстати, отголоски есть даже тоже в русской средневековой истории культуры Потому что не секрет, что у многих князей в русском, как раз раннем средневековье, были варяжские жены И сохранились даже летописные свидетельства, что, например, некоторые жены варяжского происхождения В отсутствие мужа, который там ушел с походом на войну и так далее Она тоже могла ходить опоясанной мечом А это захоронение просто шокировало археологов Во время раскопок древнего погребального комплекса в Эквадоре Исследователи нашли могилу возрастом больше двух тысяч лет Это захоронение двух детей в возрасте четырех и девяти месяцев На их черепа были надеты другие черепа Такой ритуал проводили в некоторых регионах Южной Америки Индейцы верили, что шлемы из черепов защитят души умерших детей в загробном мире Здесь скорее использовался опять-таки какой-то магический ритуал Возможно, связанный с либо какой-то военной магией Либо иногда с магией продолжения рода Потому что любое детское захоронение Ну, вернее, чаще даже детское захоронение в древнейших культурах было связано с продолжением рода Когда первенца убивали, специально убивали, захоранивали с определенными обрядами и так далее Для того, чтобы как раз последующие дети, которые рождались, не погибали А доживали до взрослого возраста и продолжали свой род Одна из самых жутких археологических находок ждала ученых в перуанском поселении Уан-Ча-Кито В древнем некрополе обнаружили около 140 человеческих скелетов Почти все – детские Исследователи предполагают, что детей убили ударом в грудь, а после вырезали сердца Массовое захоронение датируется примерно серединой 15 века По одной из версий, убитых принесли в жертву после масштабного наводнения Потому что как раз считалось, что принеся в жертву энное количество детей Или это могло быть растянуто в промежутке временном Или могло быть единовременно То как раз именно детскими, условно, душами Происходил такой своеобразный откуп от этой страшной напасти В начале 2000-х в британском городе Йорке Археологи обнаружили целое кладбище с обезглавленными скелетами Причем черепа лежали либо на груди убитых, либо у них в ногах Могилы появились во времена, когда Британией управляла Римская империя Эксперты считают, что на кладбище хоронили римских гладиаторов или военных Но кто и зачем отрубил им головы, до сих пор остается загадкой Вообще-то казнь через отрубание головы, она довольно-таки поздняя И как раз в Риме, ну, она на самом деле не так сильно практиковалась Потому что, если мы вспомним самую известную римскую историю Да, связанную с Иисусом Христом Там была казнь через распятие Но без вот отнимания, скажем так, головы от человеческого тела Еще одно необычное захоронение нашли несколько лет назад в болгарском городе Созополе Возле монастыря Николая Чудотворца Ученые обнаружили два скелета времен Средневековья Пронзенные железными прутьями Согласно древним балканским поверьям Именно так следовало бороться с вампирами Любопытно, что на могилах нет ни одной надгробной надписи Вместе с тем, известно, что рядом с церквями и монастырями Часто хоронили представителей знати Кто-то делает предположение, что это один из правителей Вот этого болгарского города Ну, кто-то делает предположение, что, может быть, это не он Но точно уж они, конечно, не были вампирами Но в силу каких-то обстоятельств, возможно, клеветы Они были умершлены таким образом А эта находка стала настоящей сенсацией в научном сообществе В 2008 году британские археологи во время раскопок в Хеслингтоне Нашли человеческий череп возрастом больше двух с половиной тысяч лет Невероятно, но внутри сохранились мумифицированные остатки мозга Но почему он не разложился, как остальные части тела? Все дело в том, что именно эта находка была сделана в глинистой почве А, как известно, глины, торфянники и прочие почвы, где нет доступа кислорода То есть это анаэробная среда Там нет процессов гниения А этот череп, найденный в пещере на севере Испании Пришлось собирать из 52 фрагментов На восстановление ушло почти 20 лет Несчастному человеку нанесли два удара в область головы Из-за чего его череп был раздроблен Ну и, собственно говоря, он скончался от травм несовместимых жизнью Результаты исследования поразили ученых Радиоуглеродный анализ показал, что останки принадлежали молодому человеку Жившему 430 тысяч лет назад Характер ран указывает на спланированную атаку, а не случайную травму Некоторые эксперты назвали мужчину жертвой первого в мире убийства Шведские археологи раскрыли одну из самых жутких тайн Средневековья Она связана с именем епископа Педера Винструпа Епархия которого находилась в городе Лунди Несколько лет назад мумию священнослужителя забрали из склепа для исследований В ногах Винструпа под его рясой обнаружили тело недоношенного ребенка Как шестимесячный плод оказался в усыпальнице епископа? И к каким выводам пришли эксперты, изучив останки церковника и младенца? Крошечное тело младенца пролежало под рясой епископа лунского Педера Винструпа больше 300 лет Обнаружили его совершенно случайно Во время реставрации кафедрального собора Лунда Все саркофаги временно переносили в другие помещения Ученые решили воспользоваться моментом, чтобы лучше изучить средневековые мумии Младенца обнаружили при помощи катетомографии При исследовании саркофага Винструпа Было сложно сначала понять, что это вообще человеческий ребенок Потому что ранее в истории уже отмечались случаи захоронения с какими-либо известными людьми Либо их домашних животных, либо каких-то амулетов или оберегов Крохотные тельцы кто-то завернул в ткань и положил в ноги епископа По размеру черепа исследователи установили, что ребенку было около 30-32 недель Скорее всего он родился мертвым Находка спровоцировала волну дискуссий Ученые не понимали, кто и зачем подкинул священнослужителю младенца Есть предположение, что ребенок появился в результате выкидыша Поэтому ему не успели дать имя Его должны были проводить на тот свет со взрослым в загробный мир Без трудностей, чтобы дать вторую жизнь ребенку Ученые проанализировали ДНК обеих мумий В итоге выяснилось, что епископ и младенец – родственники ДНК оказались схожи на 25%, что доказывало, что и винтруп, и ребенок – это родственники второй степени Иными словами, это мог быть дядя и племянник, или это мог быть дедушка и внук Именно к последней версии склоняются генетики Вероятно, в ноги к епископу положили тело его внука Ранее исследователи считали, что у священнослужителя вообще не было внуков А род винтрупов прервался на его сыне Сын епископа не имел тяги к теологии или к религии И изучал фортификацию На тот момент это был достаточно современный молодой человек с прогрессивными взглядами Жизнь винтрупа младшего изменилась в 1680 году, когда шведский король Карл XI объявил политику так называемой редукции Чтобы восстановить экономику Швеции после 30-летней войны, монарх потребовал вернуть государству земли, принадлежащие дворянам Но, к сожалению, редукция короля Карла XI лишила род винтрупов земель, которая принадлежала им по праву И сын оказался в очень бедственном положении Даже удачный брак на дворянке не смог исправить эту ситуацию Разгадка средневековой тайны Кем же был ребенок, останки которого обнаружили в усыпальнице епископа Лунского И почему над мумией самого священнослужителя не в власть на время Все самое интересное через несколько минут только на РЕН-ТВ Единственный сын винтрупа младшего родился мертвым А незадолго до этого скончался его отец Обоих, и малыша, и его деда епископа, решили похоронить в одной гробнице Сейчас ученые пытаются раскрыть еще одну загадку, связанную с этой усыпальницей Каким именно бальзамирующим составом был замумифицирован данный епископ? Потому что после тщательно химических анализов было выяснено, что его мумия, то есть его лицо данной мумии Оно наиболее хорошо сохранилось по сравнению с мумиями более позднего периода То есть состав бальзама того времени намного лучше позволял сохранять мумий, чем состав более позднего времени Трехсотлетние останки епископа Лунского в идеальном состоянии Чего не скажешь о мумии английского философа Иеремия Бентома Что-то пошло не так с мумией И в последние годы голова ученого стала подвергаться разрушению Иеремия Бентом был весьма передовым ученым для своего времени И часто подвергался нападкам современников Некоторые труды философа и издателя опубликовали только спустя столетия после его смерти Он боролся за то, чтобы с животными жестоко не обращались Также он был противником рабства, был выразителем интересов свободной торговли Современники отзывались о Бентоме как о очень эксцентричном человеке Еще в юности он написал завещание, в котором просил мумифицировать свое тело после смерти И доставить на собственные поминки Ученый считал, что поможет друзьям легче пережить его кончину Его последней волей в завещании была просьба о публичном вскрытии тела И бальзамирование его по системе бальзамирования майори То есть он хотел, чтобы очистили его скелет и обработали специальным составом Также были удалены внутренние органы, чтобы был удален его мозг И Бентом хотел, чтобы все это произошло публично Некоторое время мумия хранилась у друга философа, патолога-анатома Томаса Смита Впоследствии ее выкупил университетский колледж Лондона Одним из основателей которого был сам Бентом Время Бентом несколько раз участвовал в заседаниях ученого совета Присутствие на них в качестве мумии С пометкой участвовал, но не голосовал К сожалению, такое участие скоро завершилось Потому что с головой Бентома начали происходить необратимые изменения Голову философа пришлось заменить на восковую Поскольку она покрылась пятнами, а щеки ввалились Теперь череп выставляется отдельно от тела Спасать надо и еще одну известную мумию 19 века В украинском селе под Винницей в уникальном мавзолее Хранится мумия военно-полевого хирурга Николая Пирогова Стоит отметить, что она старше мумии Ленина на 40 лет Поэтому ученые считают, что ее следует перебальзамировать Чтобы такое достояние намного дольше сохранилось Николай Пирогов активно интересовался бальзамированием По одной из версий, врач сам попросил мумифицировать свое тело после смерти У хирурга был рак верхней челюсти Подтверждения нет, что он хотел передать свое тело на мумификацию Также ученые предполагают, что на этом настояла его вдова Она хотела сделать это для истории И поэтому передала тело усопшего его ученику В то время для столь необычной процедуры потребовалось специальное разрешение От Священного Синода Русской Православной Церкви После Октябрьской революции о мумии Пирогова забыли А вскоре ее чуть не уничтожили грабители Они разбили герметичную крышку гроба и похитили нательный крест и шпагу военного хирурга Микроклимат в склепе был нарушен И в 1945 году ученые сказали, что мумия не подлежит восстановлению Но московская лаборатория имени Ленина решилась восстановить мумию В принципе, что у нее и получилось И она сохраняла и перебальзамировала мумию каждые 5-7 лет Несколько лет назад музей-усадьба Пирогова перестал сотрудничать с учеными Из научно-исследовательского центра при мавзолее Ленина Кто сейчас следит за сохранностью тела, неизвестно Украинские власти даже хотели захоронить мумию хирурга Но местные ученые заявили, что сами проведут очередное ребальзамирование В Китае с аукциона продали самую дорогую монету России Константиновский рубль Его изготовили во время декабрьского междоцарствия в 1825 году После смерти Александра I на трон должен был взойти его брат Константин Великий князь заранее отказался от престола Но многие чиновники об этом не знали Они присягнули Константину и даже начали чеканку монет с его профилем Константиновский рубль ушел с молотка за 2 миллиона 640 тысяч долларов Имя покупателя не разглашается Почему нумизматы считают, что продавцы уникальные монеты продешевили? И сколько всего отчеканили константиновских рублей? Таинственный покупатель не оставил редчайший константиновский рубль в домашней коллекции А передал его в музей международного нумизматического клуба Для многих из нас 2 миллиона 600 тысяч долларов – сумма космическая Однако нумизматы уверяют, что для такой редкой монеты это невысокая цена По оценкам специалистов данная монета могла стоить до 10 миллионов долларов Константиновский рубль – уникальная монета Несбыточная мечта любого нумизмата Отчеканить серебряные дензнаки с профилем престола наследника Константина Распорядился лично министр финансов Егор Канкрин Надеялся угодить новому императору За чеканку монеты взялся Якоб Рейхель Который на самом деле императора Константина никогда не видел Поскольку тот проживал в царстве польском Портрет Якоб Рейхель срисовывал с гравюры Константина Портрет получился на удивление удачный Когда чеканили монеты, выяснилось, что Константин Павлович Еще тремя годами ранее написал отречение от российского трона Об этом знала его мать Мария Федоровна и несколько приближенных В своем отречении великий князь написал, что не имеет силы духа И способностей, чтобы править Российской империей В беседах с друзьями Константин признавался Если взойду на трон, боюсь, меня задушат, как отца Павла Первого Часть историков объявляет его личностью крайне неуравновешенной Константин свою первую супругу Анну посадил в одну из вас В мраморном дворце и после чего начал по этим вазам стрелять Очевидцы говорят, что жену юную вытащили в очень тяжелом состоянии Она была чуть ли не на смерть перепугана После таких выходок немецкая принцесса Анна сбежала от Константина к семье А затем супруги развелись Великий князь женился во второй раз на своей фаворитке Жанетте Грудзинской Еще до свадьбы графиня родила Константину сына Павла Ребенок считался незаконно рожденным и не мог претендовать на престол В итоге на российский трон взошел Николай Первый, младший брат Константина К тому времени на петербургском монетном дворе уже отчеканили несколько рублей с профилем Константина Все эти образцы готовые и пресс-формы были изъяты и переданы на хранение в Министерство финансов Монеты эти хранились долгие годы, больше 50 лет в Минфине Историки расходятся во мнениях, сколько константиновских рублей успели изготовить Советский исследователь Виталий Барташевич изучил архивные документы и утверждает, что Рейхель отчеканил 6 монет Спустя полвека император Александр Второй вспомнил об уникальных рублях и велел их отыскать Но в секретном ящике обнаружили всего 5 серебряных монет, куда же делась шестая? Часть исследователей утверждают, что монета была похищена еще при последнем хранителе этих оттисков Кобеку Однако Кобеку, не имея возможности демонстрировать данную монету на публике, был вынужден с ней тайно распрощаться Считается, что эту монету он продал в 1898 году на аукционе в городе Франкфурт на Майне Причем за весьма скромную сумму в 1820 мар Другие историки обвиняют в краже министра финансов Канкрина, по распоряжению которого и отчеканили константиновские рубли Якобы чиновник передал в архив Минфина только 5 монет, а одну оставил себе, понимая, насколько она уникальна В 1845 году, уже после смерти министра финансов, его семья передает монету исследователю и намизмату Бычкову, который хранил ее в публичной библиотеке Дальнейшая судьба украденного константиновского рубля неизвестна, а вот историю пяти других монет, которые передали Александру II, можно проследить Один серебряный рубль император оставил себе, один передал в Эрмитаж, а еще три раздарил родственникам На сегодняшний день одна из них хранится в Государственном Эрмитаже, вторая в Русском музее и третья в собрании Смитсоновского института в Вашингтоне в США Остальные монеты находятся в частных собраниях С 19 века нумизматы мечтали заполучить константиновские рубли себе в коллекцию И нечистые на руку дельцы этим пользовались Так российский консул в Марселе, князь Александр Трубецкой, пытался продать высокопоставленным российским чиновникам две монеты с портретом Константина Трубецкой уверял, что купил их у некоего коллекционера В результате оказалось, что эти рубли – новодел и фальшивка Наиболее известная подделка – так называемый рубль Трубецкого Который был выпущен в 1860 году на Парижском чеканном дворе по настоятельству князя Трубецкого От чеканина она была из серебра Хорошо заработал на константиновских рублях и хранитель Эрмитажа Юлиус Иверсон Штемпели, с которых чеканились уникальные монеты, в конце 19 века отдали в музей Иверсон с их помощью тайком изготовил два новых рубля Один из них он продал частному коллекционеру за баснословную сумму Именно эту, царь-монету, спустя сто лет и выставили на аукционе в Гонконге Отсюда и такая невысокая по меркам нумизматов цена – 2 миллиона 640 тысяч долларов Сегодня подделать константиновский рубль невозможно Во время Великой Отечественной войны коллекцию Эрмитажа эвакуировали Штемпели хранились в сыром подвале, покрылись ржавчиной и пришли в негодность Это снимок британского фотографа Оскара Густава Рейландера Голова святого Иоанна Крестителя на блюде, который он сделал в 1858 году Рейландера считают родоначальником так называемых безголовых портретов Его снимки шокировали британцев Но в 1869 году королева Виктория купила 22 работы скандального фотографа В том числе голову Иоанна Крестителя на блюде С тех пор Рейландера стали считать непревзойденным мастером своего дела А безголовые портреты вошли в моду Как фотографы 19 века создавали снимки, на которых модели держат в руках собственные головы? И зачем американская телеведущая снялась в фотосессии с муляжом в виде отрубленной головы Дональда Трампа? Маленькая комната под крышей со стеклянным потолком Большой фотоаппарат на подставке И стул со специальным креплением, фиксирующим голову Так выглядели первые фотоателье в Европе К съемке готовились как к празднику Делали прически и надевали лучшие наряды И услуги фотографов стоили около 30 шиллингов На эту сумму можно было весьма неплохо одеться Но тем не менее люди были очень довольны услугами фотографов Причем это стоимость 30 шиллингов Это стоимость одной большой фотографии и 12 маленьких То есть достаточно мало кадров люди получали по факту К середине 19 века количество фотомастерских резко возросло Только в Лондоне их насчитывалось около 200 Небольшие студии переехали в просторные помещения С декорациями в виде мраморных колонн и дорогой мебели Из-за низкой скорости затвора фотоаппарата Сидеть неподвижно приходилось не меньше 15 минут Одно движение и кадр испорчен Поэтому фотографы запрещали клиентам даже улыбаться Зато предлагали сделать снимок с отрубленной головой Первый такой портрет сделал Оскар Рейландер Живописец прерафаэлит и пионер художественной фотографии Он несколько лет уговаривал мужчину, которого случайно встретил на улице Стать его моделью Получившийся снимок Рейландер назвал так Голова святого Иоанна Крестителя на блюде Эта фотография повергла современников, фотографов в шок И была подвержена довольно сильной критике Тем не менее, королева Виктория приобрела эту фотографию И на этом разногласия по поводу произведения были закрыты Идею Рейландера подхватили десятки начинающих фотографов Одним из самых талантливых мастеров считался Сэмюэл К. Балберни В 1878 году он открыл в Брайтоне студию, которая специализировалась на безголовых портретах Несмотря на высокую стоимость услуг фотографов в 19 веке Предложение Сэмюэля К. Балберни было очень привлекательно И люди с удовольствием шли, увлеченные идеей, что можно сфотографироваться со своей собственной головой в руках Или, например, с головой супруги у себя на коленях И даже с головой в руках и с инструментом, которым они отсекали эту голову Вариантов было множество Мода на безголовые портреты охватила всю Великобританию А затем вышла и за ее пределы Это фоторабота американца Уильяма Роберта Боуза На снимке темнокожий слуга подает двум джентльменам отрезанную голову на завтрак А это фото с мужчиной, джонглирующим собственными головами Сделано в 1880 году во Франции Создание такого снимка занимало не один день В 19 веке еще не было специального оборудования для фотомонтажа Поэтому коллажи приходилось делать из негативной пленки вручную Брался фрагмент одной фотографии Он вырезался ножом или ножницами И накладывался на другую фотографию Состыковка двух разных картинок Получено, дополнялось ретушью С помощью туши или каких-то других инструментов Историки полагают, что жуткие фотографии с отрубленными головами Стали популярны благодаря английской королеве Виктории После смерти супруга, принца Альберта Она не снимала черную одежду И до конца жизни продолжала держать траур Англичане, глядя на свою королеву Начали интересоваться траурной атрибутикой Скорбеть в эпоху правления Виктории Стало модно И, в общем-то, вся страна погрузилась Именно во все, что связано с похоронным процессом Развивались похоронные бюро Развивалось все, что связано с похоронной тематикой То есть какие-то сувениры Достаточно известный из них Это флакон для собирания слез Флакон для слез выглядел как небольшой сосуд с очень узким горлышком Его прижимали прямо к уголку глаза В викторианскую эпоху собранные слезы носили с собой вдовы Чтобы подчеркнуть скорбь об умершем муже А в годовщину гибели супруга слезы из флакона выливали на могилу Есть мнение, что фотографии без головы были не только следованием траурной моде Но и проявлением своеобразного викторианского юмора Это было как бы иронией над этим увлечением Поскольку фотографии, они были шутливого типа скорее В наши дни розыгрыши куда более жестоки В интернете набирают популярность видео, на которых пранкеры пугают прохожих до полусмерти Пранк известен как розыгрыш, когда разыгрывают обычных людей, которые об этом ничего не подозревают И сейчас это достаточно распространенное явление Причем это все обязательно снимается на видео Причем, если раньше пранки были достаточно такие добрые и безобидные То сейчас они достаточно часто уже такие жесткие И к этому, в общем-то, можно отнести те же самые пранки с отрубленной головой Один из таких жестоких пранков в 2017 году устроил актер Кит Харрингтон Со съемок сериала он взял муляж своей головы и положил его в холодильник Ждал, когда на кухню зайдет его невеста Роуз Лесли И когда она открыла холодильник, она увидела в нем отрубленную голову Девушка испугалась, закричала И в этот момент появился ее жених и поздравила ее с днем дурака А это американская телеведущая и комедийная актриса Кэти Гриффин У нее в руках муляж головы Дональда Трампа Видеоролик женщина записала в 2017 году Так она хотела выразить свое недовольство политикой 45-го президента США Но зрители работу не оценили Поступок телеведущей осудили и республиканцы, и демократы В итоге комедийная актрисе пришлось извиниться за неудачную шутку Далее в программе Древнейшее оружие в мире, где нашли копья возрастом 300 тысяч лет И на кого охотятся обезьяны с помощью заостренных палок В эфире «Загадки человечества» Вернемся через несколько минут В США посетитель бара повздорил с вышибалой И набросился на него с копьем Конфликт произошел в одном из увеселительных заведений Сиэтла В прибывших полицейских дебошир метнул сюрикен Дома у мужчины нашли целый арсенал В основном самодельные копья Ножи, прикрепленные к металлической трубе Такие примитивные орудия использовали еще в первобытные времена А в некоторых странах промысловики применяют их до сих пор Почему во многих американских штатах и в Канаде Охота с копьем запрещена? И как ветеран войны во Вьетнаме Вооруженный одним лишь копьем Умудрился убить более 600 хищников Чучело львов, кабанов, медведей, аллигаторов, буйволов и даже страусов Этот музей в американском штате Алабама 15 лет назад открыл охотник Джин Моррис Всех животных он убил с помощью копья Моррис 22 года отслужил в военно-воздушных силах США В отставку вышел в звании полковника Воевал во Вьетнаме, где в свободное время уходил в джунгли охотиться на диких животных Свое хобби ветеран не оставил и после войны Сначала выходил на зверя с винтовкой Потом подумал, что это не очень честно по отношению к животным И начал практиковать стрельбу из лука Но стрельба из лука тоже показалась ему недостаточно мускулиной В итоге Моррис начал охотиться с копьем Американец признавался Простой отстрел животных ему не приносил удовольствия Он хотел встретиться с диким зверем лицом к лицу И сразиться с ним на равных Удачный удар копьем на охоте всегда возносился И делал честь, собственно, тому человеку, кто его нанес Потому что это действительно очень опасно Важно попасть То есть если ты попадешь животному в ногу, покасательно или ранишь его То эффект будет страшный То есть животное разъярится и охотника ждет незавидную участь Трофеями Морриса стали почти 600 животных Половина из которых – аллигаторы Охотнику не раз удавалось убить двух зверей одновременно Он настолько отточил свои навыки работы с копьем Что сначала он убивал правой рукой, метая копье одно Потом он научился метать два копья сража Моррис охотился с копьем во Флориде и Техасе В Аргентине, в Африке и на Гавайях При этом в родной Алабаме ему удалось выйти с копьем на зверя Только в 1992 году До 1992 года в Алабаме, в принципе, была запрещена охота с копьем И Джин своим умением и своим напорством убедил местные власти О том, что нужно отменить этот запрет И разрешить людям охотиться уже так, как они охотились Какие-то первобытные свои времена В 2011 году Моррис вышел на охоту последний раз Его тело спустя сутки нашли в придорожной канаве Неизвестно доподлинно, что же пошло в этом случае не так Может быть, у него остановилось сердце Или это, в принципе, была какая-то случайность Поскольнулся на камне или что-то еще Но музей Морриса в Алабаме до сих пор работает Среди экспонатов не только чучело животных Но и копья, с которыми охотился Джин По одной из версий, копье – это первое оружие, созданное человеком Самые древние образцы археологи нашли в конце прошлого века в Германии Восемь простых деревянных копий и несколько каменных артефактов Пролежали в земле 300 тысяч лет По мнению исследователей, орудия изготовили гейдельбергские люди Вероятные предки неандертальцев Далее копье совершенствовалось Древние люди поняли, что можно обжечь наконечник и заточить его Потом сделать наконечник из кремня, из бронзы, из стали Вплоть до новейшего времени Когда копье трансформировалось в пехотную пику Которую применяли еще в войнах нового времени В 2015 году копье с наконечником из кремня Нашли рядом с останками малых пещерных медведей на Урале Палеонтологи воссоздали орудия, которым пользовались 30 тысяч лет назад И решили проверить, могли ли первобытные люди этим копьем пробить череп медведю Эксперимент длился неделю Чтобы повторить силу удара древнего человека Ученым пришлось использовать даже кувалду В итоге исследователи пришли к выводу Пещерного медведя, вероятнее всего, убили, пока он спал Сейчас выйти на охоту с копьем решатся немногие Это не только опасно, но и запрещено в некоторых странах В том числе в Канаде Там запрет ввели в 2016 году После того, как в сети появилось видео с жестоким убийством медведя Охотник заманил зверя в ловушку А затем кинул в него двухметровое самодельное копье с острым наконечником Власти канадской провинции Альберта изучили видео И объявили такой способ охоты негуманным Сейчас этот инструмент актуален разве только что для спортивной охоты Для соревнований и для воссоздания каких-то старинных техник боя Для проведения реконструкций и как культурное наследие человечества Но с копьем могут охотиться не только люди Американские антропологи несколько лет наблюдали за шимпанзе В местечке Фанголи на юго-востоке Сенегала И заметили, что обезьяны сами делают примитивные подобия копий Очищают палки, они их там немножко подгрызают Они их там обламывают То есть это вот уже изготовление орудия труда И потом эти палки применяют в качестве предметов охоты В результате у шимпанзе получаются копья длиной до 75 сантиметров С ними они охотятся на галагу, небольших приматов Удары наносят, когда те прячутся в дуплах Шимпанзе также используют копья, чтобы достать термитов из термитников Или добыть мед из пчелиных ульев Русский писатель Максим Горький утверждал Чем больше знает человек, тем он сильнее Меня зовут Олег Шишкин И это были «Загадки человечества» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok